Домовой. Эта история произошла с моей семьей после того, как мы приобрели новый дом. Никто не подозревал, что после переезда мы получим нового соседа в лице домового. Жить в большом городе – это значит пробки, суета, загрязненный воздух, соседи по площадке в доме и тому подобное. Поэтому однажды на семейном совете мы решили, что пора бы обзавестись собственным жильем недалеко от города, в котором можно было бы проводить выходные или жить летом. Выбор наш пал на старый, но довольно хорошо сохранившийся ухоженный двухэтажный дом, находящийся в одной из деревень городской округи. Нам понравилось, что за домом был большой сад, недалеко протекала река, а с соседями была приятная тихая пожилая пара. Человек, продавший нам его, рассказал, что этот дом построил его отец, любивший уединение и порядок. Первая же ночь принесла нам тревожный сюрприз. Жена вдруг разбудила меня посреди ночи и сказала, что на потолке кто-то есть. Она слышала, как кто-то там ходит и тихо бормочет. Я прислушался, но ничего не услышал. Сказав, что, наверное, это ветер или мыши, я успокоил ее, и мы легли спать. На следующий день мы отмечали новоселье с гостями и засиделись допоздна. Грязную посуду решили помыть уже утром. Внезапно, посреди ночи, мы вдруг услышали звон разбитой посуды, а вслед за тем шум, как будто кто-то перебирал ее. Мы включили свет, прошли на кухню, на полу лежала разбитая тарелка, и было видно, что посуду кто-то трогал. Я предположил, что, вероятно, в доме есть крысы или мыши, которых привлекли остатки пищи. Но в следующую ночь произошел уже более странный случай. Наши дети перед сном развеселились не на шутку. Кругом в их комнате были разбросаны игрушки и вещи. Взяв с них обязательства утром все прибрать, мы уложили их в постели. Рано утром нас разбудил крик нашей дочери. Прибежав в комнату, мы увидели его причину. Оказывается, кто-то крепко привязал ее волосы к дужке кровати. Первым делом я подумал на сестру, но глядя на ее испуганные глаза, я понял, что это была не она. Днем я рассказал обо всех этих странных случаях своему пожилому соседу. Тот лишь улыбнулся в ответ. Так это, наверное, домовой шалиф, сказал он. Вернувшись в дом, я перелистал весь интернет. Сомнений не было. Это действительно было похоже на проделки домового. Видимо, не по душе ему понравилась наша семья. Да и, как известно, все домовые любят в доме порядок, а у нас грязная посуда, разбросанные игрушки. Я прочитал, что если домовой не принял сразу семьи, то необходимо ему показать, кто в доме хозяин. А для этого плетью простегать все стены и углы, приговаривая. Знай свое место. Чтобы не сойти за сумасшедшего, я дождался, пока все мои покинут дом. Затем взял в руки ремень и произнес положенный обряд. К вечеру в доме был наведен идеальный порядок. Всю ночь я вслушивался, не обнаружит ли как-нибудь себя домовой. Но все прошло тихо, без происшествий. С тех пор я заставлял поддерживать в доме порядок и чистоту каждый день. И результат не заставил себя долго ждать. Однажды дочь утром обнаружила, что ее волосы заплетены своего рода косу. Ну, слава богу, подумал я. Теперь я был специалистом по домовым и знал, что заплетание кос домовым свидетельствовало о том, что домовому мы пришлись по душе.